Всем привет, дорогие зрители! В этом видео мы с вами окажемся в параллельной реальности, а именно в тропической Норвегии. Кажется, каламбур, но это действительно так. Сейчас мы с вами отправляемся на остров, находящийся недалеко от Ставангера, который является сейчас аттракционом для туристов, а также и для норвежцев, в большинстве своем норвежцев, ибо семья, владеющая островом, организовала на нем настоящий тропический рай. Минутка норвежского будет состоять из рекламы этого острова. Он называется Fluokfiere, что в переводе прилив и отлив. En oplevelse forsansene. Oplevelse – это событие, радость, какое-то мероприятие. For, для, sansene – множественное число от существительного en sans, обозначающего органы сязания, либо чувства, то есть событие для чувств. Frisk, thaf, et thaf среднего рода, обозначает океан, либо море. Frisk, мы видим, что к frisk мы прибавили t, потому что у нас средний род, к нему прибавляется окончание t. Frisk обозначает свежий, прохлаждающий, охлаждающий, чистый, то есть чистое море. Fargi rikje hager, en hage – sad, hager – сады во множественном числе. Fargi rikje. Код прилагательного fargi rik – цвет, rik богатый, то есть цветной, разноцветный. Разноцветные сады og и fantastisk mat. Mat – еда мужского рода, fantastisk, прилагательный фантастический. То есть это событие для чувств, освежающее море, разноцветные либо яркие сады и фантастическая еда. Дальше у нас идет бестиль, дит, бесек. Бестиль – заказывать, бестиль – императив. Дит, бесек. Бесек – это существительное среднего рода, обозначающее посещение, дита, твое посещение. То есть закажи свое посещение. Мандок, Фреддок, с понедельника по пятницу, цена 1490. Лордок, суббота, 1690. Инкл обозначает, включено. Омвиснинг, экскурсия, митак, обед, ок, бот, тюх, бот, тюх, тюх, поездка, бот, лодка и поездка на лодке. После прибытия на остров вам проводят экскурсию. После этого вас угощают обедом в ресторане и потом еще есть свободное время. Наш гид рассказывает историю создания этого фантастического сада. Сейчас мы проходим мимо кипарисового сада и направляемся в японский сад. Мы очень удачно попали на закрытие сезона. Это был последний выходной, когда они еще работали. Сейчас уже будут готовиться к зимнему отдыху. А сейчас мы направляемся в только что открытый в этом году ресторан. Под названием теплица с солнечными батареями на крыше и тема этого ресторана джунгли. В меню входит их знаменитый рыбный суп, затем рыба, атлантический палтус с картофелем и цветочным салатом, а также мороженое и кофе. Такое ощущение, что попал в настоящую сказку. И что это, возможно, Норвегии вообще трудно себе представить. Вот этому оливковому дереву полторы тысячи лет. Купили его в этом году в Испании. Стоимость его неизвестна, но одно из самых древних деревьев попало уже и в Норвегию. Какое любопытное дерево. Купили. Поехали. Всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Одно из самых северных банановых деревьев на нашей планете. И, как сказал гид, здесь даже бывают небольшие бананы, но очень маленькие, вот такие вот, буквально такого размерчика, то есть несъедобные. И все же... Кругом фуксии, запахи восхитительные. Там вот есть парк кактусов, а здесь бамбуковый сад. Продолжение японского сада. Конечно же, в 80-е годы здесь не было такого изобилия, как сейчас, однако остров стал развиваться. Сюда приезжали люди и следующее поколение совершенствовали и совершенствовали это восхитительное место. Сейчас сюда приезжают до 41 тысячи гостей каждый год. Вот это недавно открытый пляж. Но посмотрите на ветер. Краски чудесные, но ветер просто сдувал. Однако деревья защищают остров. И здесь бывает до 5 градусов теплее, чем в самом Ставангеле, который находится в всего лишь 20 минутах езды. Конечно же, сад требует огромной работы. И многие растения, например, пальмы, либо кактусы, укутывают специальный материал на зиму, а некоторые из них забирают в теплице. Вот эти роскошные трубы ангела на зиму уносят в теплице, в горшках, а весной опять высаживают землю, потому что считается, что тогда они более обильно цветут. Уже давно мечтала попасть на этот остров, но цена кусалась. Однако в этот раз был повод. Надеюсь, вам это видео понравилось. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Из уже не тропической Норвегии.